Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик и сегодня у нас будет распаковка посылки от подписчика. Не переключайтесь! Подписчик канала Владимир из Курска решил прислать мне такую посылку. Я уже знаю, что там в ней находится, но думаю, что Владимир сейчас сам вам лично обо всем расскажет. Всем привет, зрители и подписчики канала Барахольщик. Я Владимир, вы, возможно, могли меня видеть модератором в чате у Антона. Ехал вчера на работу, зашел что-то на авито посмотреть всякие разные объявления. В итоге наткнулся на интересное предложение. В итоге решил скинуть Антону, скинул, предложение ему понравилось, он попросил меня съездить, так как это было в моем городе. Сам он, так сказать, в другом городе живет, возможности приехать нет, авито доставка и можно было бы отправить. Но, сами понимаете, в пункте выдачи авито, скорее всего, нельзя будет проверить консоль, поэтому он попросил меня. И вот я, так сказать, решил помочь ему в этом. Сейчас я разверну камеру, чтобы вам было видно, то, что консоль работает. Передом, опять же, перед отправлением привет Антону. Вот вы можете видеть, консоль абсолютно работает, так сказать, без нареканий. Вот картинку она выдает. Геймпад проводной, конечно, не оригинальный, но я думаю, Антону на первое время хватит, тем более я ему также решил отправить оригинальный, правда, опять же, не рабочий. Все для контента, я думаю, у него, возможно, получится его отремонтировать с консолью. Также шел диск Tekken 6. Если, так сказать, в подписчиках у Антона есть фанаты файтингов, возможно, он попытается пройти компанию Tekken 6. Там она вроде как есть в таком стиле файтинг-побегушечки, скажем так. Также я решил Антону из своей личной коллекции подарить вот такой вот диск God of War Восхождение. И также, так как не фанат серии Metal Gear, вот такой вот UMD-диск для PSP. Как вы можете также видеть, у меня тоже имеется своя коллекция. Там вот на заднем плане игры от PS4. Тут немножко Blu-ray дисков. Назад будущее, Темный рыцарь. Вот тут вот две игры God of War, тоже UMD. Я бы Антону их задарил, но мне самому они нужны для коллекции, потому что у меня практически полная коллекция God of War. Практически на всех платформах, кроме PS Vita. Вот PS Vita, на которой время от времени играю. Тут вот можете видеть фляжку из коллекционки по Resistance 3. Также у меня тут Batman охраняет все мое добро. World Boy классно показывает. Марио из трубы вылазит. Ну что, сейчас я буду восстанавливать заводские настройки, чтобы Антон при запуске консоли смог ощутить, скажем так, будто он запускает абсолютно новую консоль. Скажем так, вот этот эффект новизны почувствовать. Ну и сейчас я ее запакую, отнесу на почту. Отправлю Антону, пусть радуется. Он давно ждал эту консоль. Насколько я знаю, я ему еще в прошлом году дарил диск с Twisted Metal, фанатом которой он является. Поэтому, я думаю, он определенно должен оценить и игру, и консоль. Думаю, все ему понравится. Всем спасибо за внимание. Эту консоль я увижу уже, я думаю, на полке у Антона. Всем пока! Как вы уже могли догадаться, здесь находится консоль PlayStation 3. Это та самая консоль, которой я никогда не владел. В коллекции у меня ее никогда не было. И это станет новым дополнением на моих стеллажах. Так, внутри пакета есть коробки. Раз, коробка, два коробка. Ух ты ж. Один. Два. Пакет, лети. Уи! Так, ну, я понимаю, что консоль сама находится в большой коробке, поэтому давайте начнем распаковку именно с нее. Так, коробочка Hobby Games. Кто-то заказывал настольные игры. Да, Владимир? Наверное, для того, чтобы просто консоль лучше в коробке себя чувствовала, тут еще дополнительные всякие пупырчатые пакеты. Пупырка, пупырка, пенопласт. Так, вижу несколько свертков. Ну, давайте начнем с самого большого. То, что я так давно мечтал получить в свою коллекцию. У меня есть первая PlayStation, у меня есть вторая PlayStation. И вот как раз-таки продолжением коллекции PlayStation должна как раз-таки стать третья плоечка. Но помимо продолжения пополнения PlayStation, также я, конечно же, хотел бы собрать все седьмое поколение консолей. Седьмое поколение это у нас Xbox 360, Nintendo Wii, который у меня уже есть, а вот PlayStation 3 у меня никогда не было. То есть, с сегодняшнего дня все седьмое семейство консолей полностью у меня в коллекции имеется. Та-дам! Это у нас модель Slim. Я именно всегда хотел себе Slim-ку. Не, вообще, конечно, немножко вру. Я всегда хотел себе Fat-ку, но когда мы разговаривали несколько лет назад с подписчиками на одном из моих стримов по поводу PlayStation 3, меня все убедили в том, что из всех ревизий третьей плойки надо брать именно Slim-модель, потому что фатки, они сильно греются, и, соответственно, они ненадежные. Ну, а модель Super Slim, на мой взгляд, она просто убого выглядит. Поэтому в свою коллекцию я всегда хотел вот такую вот красавицу PlayStation 3 Slim. И она у меня появилась. Конечно, консоль, сам корпус немножечко такой потертый уже от старости, но думаю, может, его получится как-то отполировать. Вижу, что ножки резиновые тоже утеряны. Ну, в принципе, ничего страшного. Может, где-нибудь найдем со временем. Еще в коробке у нас осталось два свертка. Один, ну, точнее, оба свертка здесь находятся геймпады от самой консоли. И больше в коробке ничего нет. Выкидываем ее. Давайте вскроем геймпады. Владимир сказал, что один геймпад он отправил лично от себя. У него был нерабочий геймпад. И он решил мне его отдать. Это у нас оригинальный третий DualShock. Владимир упаковал посылку прям на совесть. Хрен распакуешь теперь. Вот он, геймпад. Владимир сказал, что, получается, этот геймпад не работает. Поэтому он мне его отправил, бонусом, так сказать, в надежде на то, что я его починю и буду играть на оригинальном третьем DualShock. А с самой консолью, соответственно, в комплекте шел другой геймпад. Не родной. Владимир, только ты упаковываешь, тебе надо идти работать в пункт посылок, в пункт приема для того, чтобы отправлять посылки и запаковывать их. Потому что то, как упаковываешь ты, это просто верх совершенства. После тебя можно быть 100% уверенным, что с посылкой ничего не случится. Это у нас рабочий геймпад. Проводной. От компании От компании Диалог На первое время, соответственно, мне хватит и такого проводного геймпада, но со временем, соответственно, я надеюсь, что смогу починить сам третий DualShock и, соответственно, буду играть на третьем DualShock, а все друзья, которые будут приходить ко мне в гости, получат вот этот проводной диалог. Ну и, соответственно, на саму полочку я поставлю эту PlayStation 3 вместе с третьим DualShock, чтобы был комплект. Забегая немножко наперед, так как у меня на полке уже немножечко нет места, я заранее побеспокоился, убрал первую Соньку, Слимку, для того, чтобы освободить место под третью PlayStation на своей полке. Но так как мне сказали, что третья PlayStation, она крайне неустойчивая в вертикальном положении, ну и в целом, как вы видите, оно так и есть, соответственно, я на 3D принтере распечатал вот такую вот подставочку. Взял готовую модель с интернета, немножко ее модернизировал, добавил логотип PS3, покрасил серебряной краской, и получается консоль должна у нас легко вставляться. Да. Вот. И теперь консоль как минимум не будет падать. То есть на полке она у меня будет стоять именно вот в такой подставке, самодельной, распечатанной на 3D принтере. Переходим к распаковке второй коробки. Здесь у нас находятся игры. Кстати, Владимир мне уже второй раз присылает посылку, причем Владимир очень сильно хотел, чтобы у меня была третья полка в коллекции, потому что полтора года назад он мне уже присылал в коллекцию диск на третью PlayStation. Это одна из моих любимых игр детства, в которую я играл на первой PlayStation. это игра Twisted Metal. Соответственно, Владимир узнал, что я обожаю эту серию игр. Он мне прислал в коллекцию этот диск, но поиграть я, к сожалению, в эту игру не могу. И так как я не смог обзавестись третьей плойкой, благодаря Владимиру у меня теперь появилась третья PlayStation. И помимо Twisted Metal, который Владимир мне уже прислал раньше, в этой коробке я знаю, находятся еще дополнительные ништяки. Давайте смотреть. Так, ну, сетевой кабель можно было не присылать, конечно, но у меня такого хватает, но лишним не будет, в принципе. Так, в коробке больше ничего нет. И снова сверточек, обмотанный тоннами скотча. Этот выпуск можно назвать Антон и сто пятьсот слоев скотча. Как же все упаковано-то на совесть. Но это на самом деле круто. Я знаю, что все пришло в идеальном состоянии, в том, в котором мне Владимир и отправил эти посылки. Ух ты! Вижу здесь, кстати, не только игры на третью плойку. что я еще здесь вижу. Вижу я еще здесь диск, UMD диск на PSP. PSP у меня в коллекции есть. Самая первая модель фотка, которая, к сожалению, я так до сих пор на ней корпуса не поменял. Может кто-то помнит видео тоже полутора годовой давности, где я заказывал корпус на PSP, обещал, что я его поменяю, сниму ролик. Так вот, знаете, я так до сих пор его и не поменял. Кстати, возможно, этим летом все-таки доберусь до своей PSP-хи, заменю корпус и поиграю в Metal Gear Solid. Причем, смотрите, полный комплект с мануалом. Как я обожаю старые игры, потому что в них присутствуют мануалы. Полный комплект это всегда приятно. Спасибо, Владимир, за такой подгон. Дальше. Дальше у нас идет игра God of War. Мы на стримах, кстати, проходили первую и вторую часть на PlayStation 2. Я тоже все думал, что когда-нибудь мне надо приобрести третью плойку для того, чтобы поиграть в третью часть. Та-дам! Тоже полный комплект. Блин, шикарно, Владимир, за такие подгоны ты будешь самым драгоценным гостем на моих стримах теперь. Блин, God of War вообще зачетно. Так, и, 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 ооо, один из самых моих любимейших файтингов. это Tekken 6. Я вообще обожаю серию Tekken. Еще с первой PlayStation, третий Tekken, это был, наверное, мой самый любимый файтинг. Ну, как бы, именно в детстве у меня была первая плойка. Мы с друзьями играли либо в Mortal Kombat, либо в Tekken 3 на моей приставке. И вот именно большинство моих друзей всегда любило Mortal Kombat. Я же почему-то любил именно Tekken, не знаю почему. Мне он казался каким-то таким стильным, японским, что ли. И я помню, что я Tekken 3 прошел полностью. В Tekken 3 доступны изначально не все бойцы. Их надо открывать, проходя кампанию за какого-то из бойцов уже открытых. И пройдя полностью кампанию открывается новый боец. Так вот, у меня в Tekken 3 открыты абсолютно все бойцы. В том числе и Gon. Это который маленький такой динозаврик. Тоже полный комплект. нет. Причем я, кстати, здесь вижу, 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 скрывается дополнительный дисочек FIFA Street. Мне Владимир об этом говорил, что FIFA она без коробки, просто диск в комплекте идет. Ну, что, кстати, можно попробовать восстановить даже. Я, конечно, FIFA не особо то, чтобы играл активно. но, FIFA Street я даже не знаю, что это такое. Интересно будет заценить. Надо найти Blu-ray коробки какие-нибудь, вложить туда этот диск и распечатать обложку. Вот тут мануалы вообще прям зачетники прям со всякими скриншотами из игры, со всякими приемчиками, еще и на русском языке, удар ногой с наскоком, отмена атак, совершенная оборона и укеми. Что такое укеми? Обожаю мануалы. Вот почему сейчас в современных играх перестали класть мануалы в коробках? Вот большинство игр на моей полке на Switch они находятся без мануалов, то есть всякие там Зельды, Марио, вот причем в самих коробках есть отсек под мануал, а мануала в комплекте нету, и это очень сильно меня печалит. И God of War же, кстати, наверное, мануальчик тоже будет очень красивенький. Тут еще карточка The Last of Us скоро в продаже, можно сделать предзаказ. Какой же это год? Как я сильно отстал от жизни? Я, кстати, в The Last of Us тоже не играл, поэтому, блин, честно, с появлением третьей блоки в коллекции я теперь могу столько игр пройти, вы не представляете. Это просто будет для меня открытие. То есть, тот же самый Twisted Metal, God of War, The Last of Us, Uncharted серия, да блин, я как представлю, во что мне предстоит переиграть, в то, во что я давно хотел, мечтал, но никак не мог добраться. Так, я хотел посмотреть мануальчик God of War. Ну, God of War, кстати, он такой, попроще. Черно-беленький, это уже как эти Platinum, такие издания раньше были на первой, на второй PlayStation. А может, кстати, это и есть Platinum? Хотя, кстати, нет. Platinum, главное, смотрите, Platinum 6 Tekken, и он, да, видите, серая коробка. Всегда у Sony есть такая фишка. Сейчас я покажу на примере других приставок. То есть, обычное издание, они всегда были с черной этикеткой, Platinum издание, они всегда шли с серой этикеткой, и Platinum издание отличается тем, что у них мануалы в комплекте черно-белые, то есть, типа, более удешевленная версия издания. Это вот на PlayStation 1 так было, на PlayStation 2 так тоже самое, то есть, синие коробки на PlayStation 2 это неудешевленные издания, серые коробки это уже Platinum издание с черно-белыми мануалами. А тут почему-то ситуация наоборот. Платина, серая коробка с цветным мануалом, вот, еще раз, Tekken 6, платина, мануал цветной. А God of War, который не платина, почему-то мануал черно-белый. Какая-то странная система пошла на третий PlayStation, непривычная, так сказать, для меня. А в Twisted Metal, кстати, какой мануал. Тут это тоже, кстати, у нас не платина, и он тут тоже, кстати, черно-белый. А почему? А почему? Странно. Всегда обычно платином издания, ну, как минимум по первой, второй PlayStation, это удешевленные с черно-белыми мануалами. Здесь система наоборот, платина и серая коробка, но цветной мануал. Странно. А то, что не платина, черно-белый мануал. Кто знает, почему произошли такие изменения, объясните, потому что я их не вкуриваю. Вот даже банально тот же самый PSP-шная, кстати, коробка мануал цветной, это не платина. Берем PSP-шку, ну, допустим, что у меня здесь есть. Вот серая коробка, соответственно. Если серая, значит, это платином издания, без мануала. GTA-шка, наверное, то. У меня, наверное, PSP-шки все без мануала. Да, тут вообще коробка погрызанная кем-то. Да, у меня, к сожалению, нету в моих коробках от PSP-мануала, но мне почему-то кажется, что они бы, вот, платином издания, вот сбоку здесь написано красным шрифтом, да, ну, и спереди здесь написано красным шрифтом платином. То есть серые коробки, удешевленные издания, вот это, соответственно, не платина. Мануал цветной. То есть на PSP, на PS2, на PS1 платина черно-белый мануал удешевленный, не платина нормальные. На PS3 почему-то все наоборот. Мой мир перевернулся сегодня. Ну что, сейчас я предлагаю подключить консоль, произвести ее первый запуск и запустить любимейшую игру моего детства, которая уже хранится на моей полке давным-давно, но до сих пор я ее так и не включил. Погнали! Ну вот так вот выглядит Twisted Metal на консоли PlayStation 3. Давайте попробуем классический бой, чтобы вас долго не томить. Так, где мои любимчики? А что, везде клон за рулем сидит? Во, кстати, Аксель, наверное, был одной из моих любимых транспортных средств в детстве. Помню, там был мужик, черный. Тут только почему-то везде клоун в каждой машине. Не понимаю, почему. В общем, надо садиться и вспоминать все навыки игры в Twisted Metal. Я не могу понять, где здесь всякие пушки. А вот, это пушки, по идее, дистанционная бомба. Тут карта, а вот, вижу карту. Да, я, кажется, начинаю вспоминать, как в это играть. Надо собирать оружие. Так, а оружие меняется. Ну, в принципе, управление осталось то же самое, как и в 90-х. Ну, первый блин всегда комом. Я подключил консоль к телевизору, пока она устанавливает обновление. Хочу с вами заранее попрощаться. С помощью этой консоли ожидайте новый цикл роликов на канале, потому что консоль надо разобрать, почистить от пыли, поменять термопасту. На ней установлен жесткий диск объемом 160 гигабайт. Я хочу поставить жесткий диск объемом 500 гигабайт. Ремонт третьего DualShock'а. И, конечно же, самое вкусное, мы с вами прошьем эту консоль для того, чтобы можно было играть в любые игры на ней. Если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. Еще раз хочу поблагодарить Владимира за такой чудесный подарок в мою коллекцию и до новых встреч. Всем пока!